Андрей Цуканов. Нескучная философия. Читает Дарья Павлова. Введение. Книга, которую вы сейчас слушаете, рассказывает о философах и философских системах, ими созданных. Первые философские учения появились очень давно, в VI веке до н.э., и появились они сразу в нескольких центрах человеческой цивилизации — Индии, Китае, Греции. Само слово «философия» — греческое по происхождению. Впервые философом, то есть человеком, любящим мудрость, назвал себя знаменитый греческий мистик и математик Пифагор. Слово это прижилось и стало очень популярным в Древней Греции, где звание философа было одним из самых почетных. Особенно прославил его своим жизненным примером Сократ, чье имя стало вторым нарицательным именем каждого философа. Шли годы и века, античная цивилизация сошла с исторической сцены, но философия, как и многие другие науки и искусства, созданные в античности, продолжала жить и развиваться вплоть до наших дней. Философы пытались и пытаются дать ответы на заданные ими самими вопросы о Боге, о тайнах происхождения и существования мира и природы, о том, что такое человек и в чем смысл жизни. И до появления философии люди размышляли обо всем этом. Плоды их размышлений нашли свое отражение в мифах, преданиях и ритуалах, вводивших людей в глубины природных и человеческих тайн, сопровождавших их при рождении и смерти, освещавших брак и добывание пищи, помогавшие избавиться от болезней и напастей природных катастроф. Что же подвигло их искать другое знание, которое мы, в отличие от знания мифологического, называем философским? Прежде всего, сомнения. Первые философы усомнились в правильности того, о чем говорили им мифы и ритуалы, в правильности их собственного понимания и знания реальности. И им пришлось мыслить, искать ответы, искать мудрость, ибо они любили ее. И все философы, приходившие на смену своим предшественникам, тоже сомневались и тоже пытались разрешить свои сомнения, так вплоть до наших дней. Обращаясь за помощью и советом к своим предшественникам или современникам, философы часто горячо спорили с ними, и в этих спорах создавали свои собственные философские учения и системы. Трудно отделить личность философа, его жизненный путь от его философии. Да и нужно ли? Они ведь не мешают, а, напротив, помогают понять друг друга. Философ — свою философию, философия — создавшего ее философа. Поэтому каждый рассказ в этой аудиокниге посвящен конкретному философу, его жизни и мысли, и тому, что из его мыслей отложилось в строившемся веками здании философии. В начале аудиокниги речь пойдет о самых первых философах древности, живших более двух с половиной тысяч лет назад — Будде, Конфуции, Лао-Дзы, Фалесе и Пифагоре. Понять их нам зачастую трудно не только потому, что жили они в условиях других культур, других представлений о жизни и обществе. Главная трудность состоит в том, что от их философских трудов практически ничего не осталось. До нас дошли лишь фрагменты, да и то в передаче более поздних философов. И все же попробуем понять их. Начало философии. Как избавиться от страданий? В VI веке до н.э. в Индии, в княжеском роде Шакьев, могущественных, родился мальчик, которому дали имя Сидхартха. Он жил в роскоши в великолепном княжеском дворце. Сидхартха получил блестящее образование, а его способности, ум, сила и ловкость поражали всех знавших его. Когда он стал совершеннолетним, ему дали второе имя — Гаутама. Юноша женился на красавице из знатного рода, и у них родился сын. Отец Гаутамы с самого его детства делал все, чтобы мальчик, а потом и юноша, как можно меньше соприкасался с реальной жизнью, старящими в ней нищетой, несчастьями, болезнями, страданиями и гибелью людей. Но вечно держать сына в неведении он, конечно, не мог. Однажды Сидхартха Гаутама выехал на своей позолоченной колеснице, запряженной белоснежными конями, за ворота княжеского дворца и встретил старого сгорбленного нищего. В другой раз — тяжело больного, лежащего на обочине дороги. В третий раз он увидел покойника, которого оплакивали его близкие. Эти три встречи поразили его. Впервые так явственно он увидел нищету, болезнь и смерть. Когда Гаутама выехал за ворота дворца в четвертый раз, то встретил спокойного, погруженного в свои мысли монаха Аскета. Эта встреча решила его судьбу, ибо молодой принц понял разницу между приходящими радостями материальной жизни и неприходящей ценностью жизни — духовной. И тогда он решил. «Я сделаю то, что сделал этот Аскет. Я откажусь от всех богатств и последую своим путем. Покинув мир с его удовольствиями, я обрету спокойствие и познаю истину, с помощью которой научу людей преодолевать нищету земной жизни». В 29-летнем возрасте Гаутама тайно покинул дворец отца. Шесть лет он провел в скитаниях и лишениях. Ведя аскетическую жизнь, он исхудал, но преобразился духовно. Однажды ночью, как рассказывает древнее предание, на него снизошло всеведущее просветление. Человеческая жизнь, понял Гаутама, связана со страданием. Но источник страдания находится не вне, а внутри человека, потому что люди сами предаются страстям, желаниям, стремлениям. Если люди ищут наслаждений, если они жаждут их, то неизбежно возникает страх потерять предмет наслаждения. Люди, думающие, что им принадлежат дома, поля, скот, богатство, неизбежно обречены на страдания, потому что все это временное, приходящее. Ибо единственное, чем может владеть человек, по мнению Гаутамы, это мудрость познания. С этого момента в судьбе Гаутамы произошел великий перелом. Он стал называться Буддой, что на древнем языке санскрите означает «просветленный», достигший прозрения. Всю последующую жизнь Будда провел странствуя и проповедуя свое учение. Умер он в возрасте 80 лет, и его останки были преданы огню с соблюдением царских почестей. Еще при жизни Будды его учение, буддизм, обрело множество сторонников и горячих поклонников. Будда считал, что целью человека является нирвана, состояние покоя, угасания. Область, куда человеческая душа должна попасть, если она вырвется из колеса бесконечных земных перерождений. Ведь, как и все индусы, Будда верил, что после смерти человека его душа вселяется в другое тело, снова и снова перерождается для земных страданий. После смерти Будда был возведен в ранг Бога. Воображение верующих наделило Будду сверхъестественными способностями становиться невидимым, летать, проходить сквозь стены и горы, выходить из земли и проваливаться сквозь землю, ходить по воде, держать в руках солнце и луну, управлять миром. Высказывания Будды, его поучения и беседы со своими последователями изложены в буддийских сутрах, священных книгах. Вот некоторые из его наставлений. Размышления — путь к бессмертию, легкомыслие — путь к смерти. Бодрствующие в размышлении не умирают никогда, легкомысленные, неведающие, подобны мертвым. Из наслаждения возникает печаль, из наслаждения возникает страх. Кто свободен от наслаждений, нет для того уже ни печали, ни страха. Человек становится мудрым не вследствие учености. Становится он мудрым, потому что освобождается от страстей и желаний. Наставник государства Кун Цу 551-479 года до н.э., позже принявший имя Кун Фу Цзы, Конфуций в европейских языках, что означает «учитель Кун», родился в небольшом городке Цуй Фу, княжество Лу, располагавшегося в древние времена на востоке Китая. Он появился на свет в семье мелкого чиновника. Отец его умер рано, и мальчик остался на попечении матери. В семь лет его отдали в школу, где он проучился 10 лет с большим прилежанием. Маленький Кун Цу проявил совсем не детскую, по мнению его учителей, приверженность к ритуалам и обрядам. Впоследствии эта приверженность заняла важное место в его философском учении. В возрасте 19 лет Конфуций женился и был определен на должность хранителя зерновых амбаров. Он отличался благоразумием и добрым отношением к людям, мягкостью и огромным трудолюбием. Конфуций довольно долго находился на различных должностях у правителей нескольких княжеств, но не достиг больших чинов и удалился от службы, чтобы заняться философией и проповедовать свои взгляды. До 66 лет он много путешествовал по Китаю, затем вернулся в свой родной город, из которого уже не выезжал до самой смерти. Его учение быстро обрело популярность, и к концу его жизни насчитывалось 3000 его последователей по всему Китаю. После смерти Конфуция на месте его дома был построен храм, который постепенно разросся в целый храмовый ансамбль, в главном здании которого, дворце высшего совершенства, находится статуя самого мудреца, сидящего со сложенными руками. В руках у него дощечка для записей, с которой он отправлялся на доклад к правителю. На пьедестале надпись «Самый святой, одаренный даром духа». Учение Конфуция изложено в его книге «Луньюй» «Рассуждения и беседы», а также в летописи «Чуньцу» «Весна и осень», в составлении которой Конфуций, как полагают, принимал активное участие. Больше всего его интересовали вопросы жизни и поведения человека в обществе и в государстве, то есть вопросы этики. Отвечая на них, Конфуций сформулировал правила человеческого поведения, то есть нормы морали. О том, насколько важным считал Конфуций понятие морали, свидетельствует его высказывание «Умереть с голоду – событие маленькое, а утратить мораль – большое». Основным для конфуцианства является представление о благородном муже – дзунь-дзи, который должен обладать пятью основными добродетелями – человеколюбием, чувством долга, приверженностью этикету, знанием и верностью. Кроме того, обязательным качеством является сыновняя почтительность. Под человеколюбием Конфуций понимал милосердие, сдержанность, скромность, доброту, сострадание и любовь к людям. Конфуций говорил, что благородный муж должен, во-первых, помогать другим достичь того, чего сам бы хотел достичь, и, во-вторых, не делать другим того, чего не желал бы себе. «Не бойся исправлять свои ошибки», говорил Конфуций, имея в виду, что любое нарушение принципа человеколюбия должно быть исправлено и не повторяться в дальнейшем. Он требовал от благородного мужа постоянного самоанализа и самосовершенствования. «Когда видишь мудреца, думай о том, чтобы уподобиться ему. Когда видишь глупого человека, подвергни себя внутреннему анализу». «Не меняются только самые мудрые и самые глупые», также говорил он. Конфуций очень высоко ценил знания древних традиций и церемоний и верность им. «Преодолей себя, восстанови ритуалы», призывал он своих последователей. Сам философ был тонким ценителем ритуалов, особенно сильно на него действовала музыка. Рассказывают, что, услышав однажды прекрасные мелодии царства Шао, он в течение трёх месяцев не чувствовал вкуса еды. Конфуций не мыслил жизни в государстве без строгой регламентации человеческих отношений, без этикета. Управлять значит упорядочивать. Ритуалы и церемонии вкупе с добродетелями, присущими благородному мужу, помогают, как считал Конфуций, упорядочить и внутреннюю жизнь человека. Как можно управлять другими людьми, если не умеешь управлять собой? Если же управляешь самим собой, то управлять государством будет нетрудно. Конфуций призывал людей к соблюдению золотой середины в их поведении и понимал, что этого нелегко достичь, поскольку нет людей, которые действуют в соответствии со срединным путем, приходится иметь дело с людьми либо излишне нездержанными, либо излишне осторожными. Нездержанные хватаются за все, а осторожные бездействуют, когда необходимо действовать. Конфуций стал самым почитаемым в Китае философом, удостоенным через столетия после смерти титулов Первый Святой, наставник государства, Великий Учитель Нации. Путь Старого Учителя Легенда гласит, что будущий великий философ Лао-Дзи конец VII века, начало VI века до н.э. Поначалу служил архивариусом при царском дворе. Своё знаменитое имя он получил уже став известным учителем мудрости, да оно и значит Старый Учитель. А Лао-Дзи рассказывали множество легенд. Говорили даже, что он владел секретом бессмертия. Однажды Лао-Дзи решил совершить путешествие через горный перевал Ханьгу, но его слуга Сюй-Дзи, которому было даровано бессмертие, отказался сопровождать хозяина, требуя, чтобы философ уплатил ему по сто монет за каждый день предыдущей службы. Поскольку выяснилось, что срок службы насчитывал уже 200 лет, то Лао-Дзи, конечно, не мог уплатить такую огромную сумму. Слуга пожаловался чиновнику, и тот призвал к себе старого учителя. Придя на суд, Лао-Дзи подозвал к себе Сюй-Дзи и приказал ему наклонить голову. Когда тот сделал это, у него изо рта выпал какой-то талисман с написанными на нем словами, а слуга тут же упал бездыханным. На расспросы перепуганного чиновника Лао-Дзи ответил, что давно уже дал слуге талисман бессмертие, дабы предохранить его от разрушительного действия времени. Продолжение следует...